Ну что, друзья, лето пролетело, сезон подходит к концу, и настало самое время подвести некоторые итоги потерь в наших любимых садах и разобраться с причинами этих самых потерь. Сегодня о трех самых распространенных заболеваниях плодовых культур в наших садах. Поехали! Лето в этом году выдалось на радость всем грибным заболеваниям. Вот просто идеально. Холодный май с дождями, потом немного тепла с середины июня, еще месяц дождей и тепла выше 15 градусов, что, опять же, идеальная среда для размножения всех этих грибковых болезней. Как результат, сгоревшие сады, которые сады заброшенные, они вообще остались без листьев. Кто боролся, тот частично сумел победить. Я, конечно, без потерь тоже не обошелся. Кое-что сгорело, кое-что болело, но вылечилось. В общем, по крайней мере, в нашем регионе это была просто беда. Естественно, страна большая, где-то лето было, может быть, и сухим, может быть, не такие идеальные условия были для грибковых болезней. Но у нас все закончилось повсеместными заболеваниями всех растений, каких только можно. Итак, встречайте, Святая Троица, уничтожающая наши любимые сады. Первый – манилиоз или манилиальный ожог. Второй частый гость – клястероспариоз, он же дырчатая пятнистость. И третий – кокомикоз, красновато-коричневая пятнистость. Давайте так, сначала мы рассмотрим каждого по отдельности, как их отличить, все эти заболевания. А в конце я расскажу, как от них избавиться и методы профилактики. Почему? Потому что все грибковые заболевания лечатся практически одними и теми же препаратами и способами. Поэтому досмотрите ролик до конца и там узнаете, как со всем этим бороться. Итак, манилиальный ожог. Почему он называется манилиальный ожог? Ветки и листья выглядят сгоревшими, как будто их опалило огнем. Манилиоз отличается от двух других заболеваний тем, что он распространяется и на косточковые, и на семечковые. То есть, ну, понимаете, да, семечковые у нас самые распространенные – это яблони и груши. Два других заболевания, они больше относятся как раз к косточковым. Вишня, черешня, слива, овча, абрикос. То есть все, что имеет одну косточку. Какие признаки у этого заболевания? Первые симптомы. Сначала начинает буреть листва и сами молодые побеги. Это первое заражение. Инкубационный период составляет 10 дней. Примерно на пятый день уже видны вот эти первые проявления. И здесь очень важно вовремя успеть обработать. Если пропустили, ну, потом уже, конечно, пойдут другие стадии. На следующих стадиях происходит увядание, уже засыхание полной листвы, ветки, отмирание. И появляются уже на вот этих отмерших побегах серые подушечки. Это споры грибка, который начал уже размножаться во второй стадии. Естественно, все грибки разносятся ветром. Вы никакие барьеры не поставите. Насекомые, ветер, осадки, то есть все, что угодно. После этого в следующей стадии засыхает практически весь вот этот участок. И начинает трескаться кора. Споры грибка попадают уже внутрь коры, ствол. И все дерево погибает. Собственно говоря, вот и весь цикл. Плоды, даже уцелевшие, они все равно начинают покрываться сеткой вот этого грибка. Начинается гниль и мумификация. Плоды, как правило, не осыпаются, а висят. Вот даже зимой бывает, кто не собрал, вот они такие мумии черные висят, высыхают. Поэтому очень важно обирать это все осенью. А лучше, когда вы увидели сам процесс гниения, собираете и все сжигаете. Либо за участок, к злым соседям. Но учтите, что грибок границ не знает. Он вернется к вам обратно. Поэтому лучше сжечь. У косточковых распознать так же легко. Листья сначала резко начинают краснеть. И потом буреют. И так же засыхают в виде сгоревших листьев. Остаются висеть на ветках. Так же манилиоз имеет вторую форму, скрытую. То есть он может протекать практически бессимптомно в течение лета. Листья вроде бы зеленые, все хорошо. Но прямо в конце августа так же начинают резко желтеть. Черные пятна. И буреют и засыхают. Все. Это то, что касается манилиоза. Второе, самое распространенное заболевание косточковых, именно косточковых, клястероспориоз или дырчатая пятнистость. Определить элементарно, но элементарно, когда уже появились дырки. Как распознать до момента, когда заболевание перешло уже в совсем плохую стадию. Вот у меня абрикос. Молодой, второй год он. Такой вымахлый, приличный. В том году все было хорошо, в этом году весь сад болел и он тоже заразился. В данный момент он уже не болеет, не чахнет в таком состоянии. Вот он уже полтора месяца, но, к сожалению, меня не было пропустил. Я вам сейчас покажу, как начинается это заболевание. Появляются вот такие вот пятна, красно-бурые. Потом они переходят уже в коричневую фазу. И центр будет коричневый, а края здесь, не знаю, малиновые. То есть это и указывает, в принципе, на начало заболевания. В конечной стадии потом появляются вот такие вот дырки с обеих сторон и листопад. Также поражаются почки, побеги молодые и ствол. Вот здесь растрескался ствол. Также трескается кора, туда попадает грибок. То же самое чернеют плоды, усыхают. На почках появляется камень. Камень это такая смола, выделяющаяся как раз в местах повреждения у косточковых. В общем, с клястероспориозом разобрались. Поехали дальше. Ну и третье заболевание это какомикоз. Кстати, самое молодое, примерно лет 50, как оно распространилось. Остальные гораздо старше. Больше подвержены из косточковых именно вишни. Сливы генетически более устойчивы к этому заболеванию. Как проявляется? Сначала лист начинает желтеть и покрываться пятнышками. Второе название это красновато-бурая пятнистость. Проявляется так. На внешней стороне листа, вот я нашел у себя, на внешней стороне листа лист желтеет и вот такие пятнышки. То есть от дырчатой пятнистости понятно, чем отличается. Там лист зеленый остается, а здесь он сразу желтеть начинает. Это сливовый лист. Вот я у себя на сливе нашел несколько пораженных. Но с обратной стороны листа, не знаю, видно он или нет, я подсниму. Белый. Он не белый, он розоватый налет. Это как раз споры грибка. Вот вы понимаете, если вот эти листья оставить у вас под деревом, то вот они все, эти споры, и разлетятся на следующий год. Они спокойно перезимуют и окажутся опять у вас на дереве. И опять борьба бесконечности. Мы опрыскиваем, они желтеют, облетают, нас побеждают. Но если не опрыскивать, то весь сад погибнет за несколько лет. Листы могут скручиваться. В принципе, они сразу облетают. То есть, если вы дерево тряхнете, такой начинается листопад. Вот в июле месяце у меня на одной вишне как раз налетела. На молодую вишню. Это зараза. Но вовремя я спохватился. Все листья обобрал, сжег. И, в принципе, сейчас дерево в порядке. Если не лечить, то же самое. Плоды усыхают, мумифицируются. В общем, в принципе, все грибковые заболевания действуют примерно по одной схеме. Сначала поражают листья. И дальше пошло по стволам, по веточкам, по стволам, по плодам, если плоды успели появиться. Потом трескается кора, попадает все в кору, и дерево погибает. Ну, в общем-то, по причине того, что грибки ведут свою жизнедеятельность примерно одинаково, и уничтожаются они, профилактируются тоже примерно одинаково. Есть небольшие отличия, но они очень небольшие. Итак, меры борьбы и профилактики всех этих заболеваний. Естественно, начинаем ранней весной. Как только снег начал таять, уже плюсовые температуры положительные появились, обрабатываем трехпроцентной бордовской жидкостью по голому стволу. Все. Околоствольные круги, само дерево, кустарники, вообще все, что есть в вашем саду, обрабатывается. Медь, содержащий препарат бордовской жидкости. Далее, второй раз ей же, но однопроцентным раствором, когда выдвигается зеленый конус. Раз перед цветением обрабатываем, четвертый раз после цветения, потому что с пыльцой споры грибка разносятся по всему саду. Обрабатывать можно в зависимости от температуры. Скор, хорус. Хорус работает больше по холоду, хорошо, от трех градусов тепла. Скор по теплой погоде. Соответственно, смотрите температурный режим на упаковке. Как разводить, это все есть на упаковках, я сейчас этим вас загружать не буду. Также есть препараты циркон, фитоспорин М, топаз, топсин М. Быстрый, кстати, фунгицид, который действует сразу же в первые сутки. Если у вас аварийная ситуация, можно его использовать. И хом, тоже медь содержащий препарат. Абикопик, тоже медь содержащий препарат. Но с медью, помните, что больше трех раз в сезон, конечно, лучше сад не обрабатывать. Не очень хорошо это для здоровья деревьев. Потому что медь способна накапливаться в клетках растений. И это то, что касается препаратной обработки. Дальше уже после завязи, после сбора плодов. То есть вы должны полный цикл, сейчас как бы разговор-то не об этом, но полный цикл вы должны соблюсти. И в осень обработать еще раз бордоской трехпроцентной жидкостью, когда все у вас облетит, вся листва, вы все соберете, присмольные круги почистите. И после этого, последний в этом сезоне обработка перед зимой. Профилактические меры. Первое, что вы должны помнить, это выбирайте районированные сорта и сорта устойчивые к заболеваниям этой группы. Да, они не всегда имеют те вкусовые качества, которые бы вы хотели видеть. Но, по крайней мере, вы не будете испытывать этого геморроя с опрыскиваниями, потому что вот у меня есть один сорт, который я, в принципе, один раз за это лето опрыскивал. Вишня, на которой, ну вот, не болеет она. Она и хрен плодоносит, на самом деле, там 10 ягод на ней. Но и не знаю, что за сорт, уже рост до меня. Поэтому выбирайте устойчивые к болезням сорта. Пусть они будут не такие вкусные, но зато это уже я по кругу пошел. При посадке, естественно, выбирайте места, которые хорошо проветриваются. Ни в коем случае не сажайте в низинах. Косточковые вообще не переваривают воду, низины, застой влаги. И когда они не проветриваются. Чтобы дерево хорошо проветривалось, его нужно правильно и вовремя обрезать. Обязательно, когда формируете крону, первые 5 лет жизни дерева, соблюдайте правила обрезки. Чтобы не было загущения крона и дерево формировалось правильно. При обрезке никогда не обрезайте во влажную погоду. То есть должно быть сухо. Потому что как только влажность, споры грибка на этот срез попадут, попадут внутрь под кору, и процесс пойдет в нежелательном для вас направлении. Всегда дезинфицируйте инструмент, которым вы обрезаете. После обрезки обязательно сделайте раствор из извести и либо 1% медного купороса, либо 3% железного купороса. Обработайте рану. И потом уже замажьте садовым варом. Дайте подсохнуть и садовым варом. То же самое делаем с трещинами в коре. Если вдруг у вас потрескалась кора, зачистили аккуратненько, обработали, и также садовым варом замазали. Если слишком большая рана, даже можно забинтовать. Если повреждения нанесли случайно, вот я там кашу, задел, кора слетела, обязательно то же самое обработка. Потому что инфекция попадает, распространяется на все дерево. Вы потом концов не найдете, почему дерево погибло. Обязательная уборка. Опавшие листвы, мульчи, перед зимой. Все убираете, все собираете, перекапываете, все сжигаете. Обязательно все сжигайте. Иначе это все будет распространяться до бесконечности. Вот я вам показывал пример. Опавший листочек, на нем вот эти споры живут. Вот этот листочек, просто вот он у меня лежит. Его ветром сорвало. Все. Процесс бесконечен. Естественно, все собрать невозможно, но по возможности все. Собирайте, что вы можете. Обрабатывайте, когда деревья опрыскиваете, обязательно все приствольные круги, прям на метр берите, больше берите, обрабатывайте эту почву. Перекапывайте, когда уже холода. Во-первых, и всех вредителей выкинете на поверхность, они все вымерзут в личинке. И споры грибка также попадут на поверхность. Им зимовать уже будет негде. Они погибнут. Помните, что грибок зимует в опавшей листве, где ему тепло, хорошо. Не создавайте эти условия. Также, когда делаете обрезку больного именно участка, всегда захватывайте 5-10 сантиметров к здоровой части, чтобы грибок не проник дальше. Вы можете видеть только внешнюю границу, но внутри уже может идти заражение. Соответственно, берите немножко больше. Но после того, как вы обрезали эту ветку, вот я понимаю, это сложно геморройно, но нужно обработать инструмент, прежде чем вы пойдете к другой ветке. Вот я заметил в этом году, я делал много обрезок и где-то пренебрегал. Может быть, и это стало еще тоже причиной вот этого распространения заболеваний по саду. В общем, соблюдайте все меры профилактики, обработки, и по крайней мере, вы поставите какую-то хоть преграду этим заболеваниям, потому что кругом лес, кругом соседи, которые могут не ухаживать за своим садом. И все это выливается в то, что страдаете вы со своими тут деревьями, кустами, будете мучиться и обрабатывать, обрабатывать, обрабатывать. Сегодня мы с вами рассмотрели всего лишь три заболевания, но они самые распространенные. Естественно, их намного больше. Может быть, еще к этой теме я вернусь. Если вы думаете, откуда я все это знаю, я не заканчивал Тимирейскую Академию, считайте меня просто видео Википедией. Я просто собрал для вас информацию, отработал ее на собственном опыте и изложил ее в удобоваримом варианте для вас. В общем, ухаживайте за своим садом, соблюдайте все меры профилактики, о которых мы сегодня с вами поговорили. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, ставьте лайки, любите свой сад и он ответит вам взаимностью. Всех люблю. Пока-пока.